Добрый день, добрый день, добрый день. Я не знаю, празднуете ли вы еще до сих пор старый Новый год, но у нас в студии праздник, причем праздник двойной. Ну, во-первых, в далеком 2010 году, уже покрытом пеленой, мраком истории, в январе впервые вышла в эфир наша Эрудит Пятерка. И у нас, соответственно, девятый сезон. Девятый сезон! И второй, и второй наш праздник. Дело в том, что вот в нашей студии сейчас присутствуют участники международного турнира «Окно в Европу», который дает право участвовать в Европейском чемпионате среди школьников. Итак, у нас в гостях игроки «Окна в Европу». Здравствуйте! Наш двойной праздник поддерживают, как и всегда, Гомельский облсполком и телерадиокомпания «Гомель», за что им от нас низкий поклон. Играем! Итак, у нас сегодня две команды в игре. Слева от меня в синих шарфах прославленная команда «Клуба Беларусь», «Тигры в линейку», дворец творчества детей и молодежи, естественно, Гомельский. Обладатели хрустального зубра на суперчемпионате в Зубренке. Чемпионы среди детей, то есть школьников 5-7 классов, по всему, чему только можно. Чемпионы нашей страны. У них еще много титулов, я бы мог бы говорить еще, еще, еще. Но вот они «Тигры в линейку» и капитан у них «Родион Полевой». Справа от меня в красных шарфах сборная команда гостей, которая рулит Елизавета Рудых. Люди представляют разные клубы. Клубы Витебска, клубы Светлогорска, клубы Довска. В общем-то, элита лучшая из лучших тех, которых отправили их тренеры на нашу игру. Итак, будем ожидать равной, веселой, красивой, замечательной игры. Ну, праздник есть праздник. Орудие пятерка. Сейчас проверим наше оружие, проверим нашу интуицию. Первая игра, ну, наверное, знаете, это игра... Да, нет-ка, или блеф-игра. Я что-то такое говорю, а вы верите мне или не верите? Пройдем. У кого у вас самая мощная интуиция? Ну, среди нас это Аня. Анна. Точите свою интуицию, Анна. А Елизавета у вас? Думаю, у Даниила. Даниила. Опа. Анна против Даниила. Вперед! Аня! 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 Аня и Даня. Итак, внимание. Верите ли вы, что первую нефть на территории Беларуси нашли у нас под речицей? Данил? Я верю. Верите, да? Абсолютно правильно. Верите, первая промышленная нефть именно там. АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, что святки начинаются сразу после Рождества? Да, Данил? Нет, не верю. Как? Вот они и начинаются Рождество и сразу святки до святого крещения. Слава тебе, Господи. Не получили вы пятничков своих. Аня, внимание. Верите ли вы, что в городе Ветка, что под Гомелем замечательный город, тоже есть, как в Москве, Красная площадь? Данил? Я бы поверил. Есть там площадь, есть там даже Покровский собор. Отлично. Играем. Верите ли вы, что повесть «Альпийская баллада» написал Иван Шамякин? Нет, не верю. Да, это Василь Быков написал. Отлично. Великолепно. Советую прочесть все его военные повести. Удивительно трогательное чтение. И заканчиваем. Высший орден Белоруссии носит имя Скорыны. Верим, нет? Да? Верю. Верите? Нет, высший орден Белоруссии – это орден Отечества. Пять очков стоил правильный ответ. 15-0. Вот сразу гости как повели. Даниила бросили на Донетку, и вот он как блестяще сыграл. 15-0. Дуэль игра! Итак, «Тиграм» нанесен такой первый чувствительный щелчок в нос. Потаскал их за усы немножко дыдил. Итак, внимание, дуэль игра. Внимание, пять тем. Я озвучиваю темы пяти боев. А вы за пять секунд внутри себя решите, кто какую их тему на себя готов взять. Итак, дуэль игра. Темы. Наша Беларусь. Весь мир. Великий и могучий. Ну, тема о русском языке. Живая природа. Понимаете? И вселенная. Все, что угодно об окружающем нас. Мире звездном. Итак, у вас пять секунд, чтобы принять решение. Поехали! Короче, ты на русский, короче, ты на весь мир. Ты на... Да ты на весь мир. Ты на животный. Отлично! Поговорили, решили. Очень быстро, но все-таки интеллектуалы. Итак, наша Беларусь самая близкая, самая близкая нашему сердцу. Тема, Родион, кто у нас близок к сердцам в Беларуси? Это Даша. Даша. Хорошо, Даша приготовилась. Елизавета, у вас? Думаю, наша Машенька. Наша Машенька. Дашенька против Машеньки. Вперед! Даша! 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 Начнем. Начнем, начнем. В этой великой битве в 1410 году белорусы вместе с литовцами и поляками разгромили крестоносцев. Грунвальская. Грюнвальская. Грюнвальд. Немцы называют ее Таненбергом. Играем. Так белорусы называют праздник Рождества. Да? Роство. Роство. Рыдаю вместе с вами. К сожалению, немножко не так они его называют. Прошу, Даша. Каляды, Каляды, Каляды. Играем дальше. В этом году произошла хатынская трагедия. Деревня Хатынь была сожжена вместе с жителями. О-о-о-о. Да. 1943. Да, именно в этом году. Бравая. Он возглавил восстание 1863 года. Ну, да. Тогда уж Костюшка. Костюшка был несколько раньше. Прошу. Костюшка-Леновский. Костюшка-Леновский, разумеется. И заканчиваем. Именно в эту международную организацию белорусская ССР вступила в 1945 году. Да. ООН. ООН. Хорошо так вышла наша Даша. И счет у нас после первого боя. 15-20. Чуть-чуть вперед вышли тигры. Следующий бой. Ну что, слегка процарапала соперников наша Даша Романовская. А у нас следующая тема «Весь мир». Тема географическая, скажем так. Родион, кто у вас по глобусу любит? О, среди нас это Даник. Даник. Любитель глобуса. А, у него даже любимый учитель географ. Елизавета у вас? Тоже Даник. Даник против Даника. Вперед! Даник! 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 Итак, Даник из Гомеля, Даник из Светлогорска. Это самый населенный континент. Евразия. Евразия, да. Плюс 5 очков. Этим проливом Африка отделена от Европы. Фальстарт у вас. Даник, за этим очень строго следит наш электронный судья. Даник? Ну, может быть, это Гибралтарский пролив. Ну, вообще-то его называют Гибралтарским проливом. Но я понимаю, что вы волнуетесь. Тем более, вы последний раз за нашу игру вышли к стойке. Два раза всего игроки имеют такое право. Но я принимаю ваш ответ. Гибралтар. Запомнили. Именем этого белоруса названа гора в Австралии. Тогда я ваша Костюшка. Костюшка, да, высочайшая вершина Австралии, носит имя нашего земляка. Играем. Наименьшая, наименьшая высота в Евразии, минус 395 метров, уровень этого моря. Фальстарт у вас, Данил. Электронный судья не дремлет. Таки да, Данил. Черного моря. Черного моря. Там оно такое, то есть вышел на береге 300 метров, а вот оно в глубине. На самом деле, таки да, это уровень таки мертвого моря. Которая в Израиле, которая очень соленая, и которая лежит в котловине, и, в общем, ни с чем не сообщается. Играем. Теперь вы это знаете, как у нас говорят. В среднем в каждом литре морской воды 35 граммов. Ёх. Фальстарт снова, Данил. Что ж с вами такое? Даник. Соли. Соли. И на правильный ответ. После боя весь мир счет стал 35-20. Ведут тигры. Следующий бой. Итак, Родион Великий и Могучий. Кто знаток великого и могучего русского языка? Это, конечно, Аня. Будем надеяться, что с русским языком у вас лучше, чем с интуицией. Елизавета, у вас? Думаю, Вера. Вера. Ну что, будем верить в веру. Итак, Аня против Веры. Вперед! Так охарактеризовал русский язык в названии своего знаменитого словаря Владимир Иванович Даль. Да. Великий и Могучий. Великий и Могучий Тургенев сказал. Прошу вас, Анна. Словарь живого великорусского языка. Живой он язык, живой он меняется, как живой организм. Играем дальше. Этот стиль языка используется в общении между людьми в неофициальной обстановке. Да. Разговорный. Разговорный, блестящее. Волчонок от волка не в природе, в языке. Образуется этим способом. Да. Суффиксальным. Суффиксальным, конечно, суффикс. Волчонок. Суффикс. Жизнь пройти, не более перейти. Что в написании не хватает? Да. Дефиса. Дефиса. Спаси Господь. Прошу. Тире. Тире, конечно. Ну, вы понимаете разницу. Мы же умные с вами люди, мы понимаем разницу между дефисом и тире. Тире длиннее. И заканчиваем. Я русский выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Автор цитаты. Ну. Кто? Пусть будет горький. Горький? Да он не писал стихов. А если писал, то плохие в детстве и забыл про это уже. Прошу вас, Вера, мы вас верим. Ну. Ну, кого-нибудь. Владимир Владимирович. Но не Путин. Маяковский. Маяковский писал вот такие замечательные стихи о русском языке. Итак, счет у нас 45-25. Тире, следующий бой. Живая природа. Живая природа. Кто у вас? Родион больше всего любит котиков и прочих живых существ. Это Лена. Хорошо. Елизавета, а у вас? Маша. Итак, Лена против Маши. Вперед! Живая природа. Белорусский зубр. Близкий родственник этого американца. Бизон. Бизон. Браво. Играем. Так называют не только нестандартных молодых людей, подвинутых на учебе, но и ученых, которые изучают растения. Да? Ботаны. Не могу принять такой ответ. Лена. Три, две, одна. Ботаники. И, ребята, представьте, к доктору наук по, не знаю, там, по растениеводству. Ботан. Не, он скажет, я доктор ботанических наук, я ботаник. Играем дальше. Есть животные, есть растения, а вот они – это третье царство. Грибы. Грибы. Грибы – это правильный ответ. Из бурых и красных морских водорослей получают этот знакомый вам химический элемент. Ну, знакомые, знакомые. Падали, коленки сбивали. Да? Йод. Йод, конечно же, господи. Лена, ну, у вас же мама – доктор, вы же должны знать. Дальше. Дельфин должен каждые 15-20 минут всплывать для этого. Да. Дышать. Дышать, всплыть, хватнуть воздуха и снова нырнуть – это правильный ответ. И после четвертого боя. 55-35, тиры, фрии. Следующий бой. Итак, вселенная, вселенная – все, что вокруг нас светится, сияет и сверкает на небе. Родион, остались один вы, да? Да. То есть знаток вселенной. Хорошо. Елизавета. Я пойду. Капитанский бой. Вперед. Итак, капитаны. Ну что? Начнем. В хвосте этого созвездия полярная звезда. Да. Большая медведица. Большая медведица, вы коренным образом ошиблись. Лиза. Малая медведица. Малая медведица, конечно же. Их на небе всего 88. Созвездие. Да, и больше не предвидится как-то, вот все уже разделили. Играем. Эту пару, которую со стороны видели очень немногие люди, иногда называют двойной планетой. Настолько велик спутник. Пара. Да. Возможно, это Марс и Фобос. Ничего себе. Там он маленький. Родион. Предположу, что это Юпитер и Ио. Вот со стороны Юпитер и Ио в телескоп, как Марс и Фобос, то угодно, ребят. Включайте телескоп, смотрите. А вот со стороны немногие видели пару Земля-Луна. Очень немногие, согласитесь. Играем. Древние китайские астрономы называли эти тела небесные небесными метлами. Да. Кометы. Кометы, хвост, как метла. Отлично. И заканчиваем. Именно это расстояние называют астрономической единицей. Нео. Да. Возможно, это расстояние от Земли до Луны. Угу. Родион. Световой год. Дался вам этот световой год. На самом деле астрономическая единица 150 миллионов километров это расстояние от Солнца до Земли. Теперь вы это знаете. После дуэлигры 60-45, но более-менее равная игра. Теста грамм у нас. Вперед. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня тест-игра. Тест-игра у нас тоже исключительно белорусская. Все-таки начинаем мы новый сезон, новый год. А, кстати, 1 января считается днем образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Ну, она уже давно в прошлом, но тем не менее мы это помним. Итак, тест-игра. Игра с вариантами. Родион, кого отправляете в бой? У нас готова Лена. Лена всегда готова, как пионерка. А, Елизавета? Думаю, Маша. Итак, именно Маша, не Машенька. Маша. Маша. Итак, Лена против Маши. Вперед! Лена! 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 И так поехали. Начнем. Ну, три варианта. Фальстарт никто не отменял. Электронный судья. Бдит. Поехали. Розовые цветы на белорусском гербе. Это А. Клевер. Б. Лен. Ц. Высеньки. Лена. Клевер. Клевер. Правильно. Хорошо. Плюс 10, кстати. У нас повышаются ставки. Дальше. Ветка. Ну, та самая ветка, которая Красная площадь, Покровский собор. До 18 века считалась столицей. А. Беспоповцев. Б. Раскольников. И. Ц. Мормонов. Мормонов может. Не, Мормоны это штат Юта, США. Лена. Может быть, Раскольников. Раскольники, конечно, пять очков на подборе. Хорошо. Раскольники сбежали из России и основали такой анклав своей веры. Играем. Главный гомельский собор носит имена святых. А. Бориса и Глеба. Б. Петра и Павла. Ц. Кирилла и Мефодия. Лена. Петра и Павла. Ну, вам бы не знать. Ну, немножко в таком неравном положении. Маш, ну, Маш, когда она приедет к вам в Довск, вы спросите, какой главный собор в Довске. Вот. И пускай она догадается. Играем. Западный сосед Белоруссии. Это. А. Польша. Б. Россия. Ц. Литва. Опа. Россия. Понятно. Не ходите на запад. Лена. Польша. Польша, конечно, на западе Польша. Пять очков на подборе. Россия на востоке. Машенька. Каждое утро, когда вы смотрите на восходящее солнце, когда кричат петухи, знайте, что вы смотрите на Россию. Играем. Агрогородком в Белоруссии может стать благоустроенный населенный пункт с численностью населения не менее. А. Ста человек. Б. Трехсот человек. Ц. Тысяча человек. Ну, рисни. Может, тысяча человек. Ну, это уже целый город. Лена. Трехсот человек. Триста человек и пять очков снова у вас. Маша. Ну, не расстраивайтесь. Ничего страшного. Я думаю, ваша команда за вас отомстит. После теста игры, после нашего централизованного тестирования на скорость, счет ОГО. 105-45, пора поправлять положение на слайд-игре. Славь, играем. Итак, счет у нас после теста игры, после нашего скоростного централизованного тестирования с вариантами 95-45, пора нашим красногалстучным, красношарфовым поправлять положение на слайд-игре. Серия слайдов у нас «Гордость Белоруссии». Места, события, люди, которые, на самом деле, являются гордостью Белоруссии. Родион, кто у вас «Гордость» команды? У нас «Гордость» Даниил. Ага, понятно. То есть вы риск игру готовали себе. Елизавета, у вас? У нас «Гордость» Машенька. Итак, Даниил против Машеньки. Вперед! А кнопку сжать не нужно, Маша. Значит, рассказываю вам. Сейчас появляется слайд, и я по очереди обращаюсь то к Даниилу, то к вам. 15 очков, если сразу берет человек, 10 на подборе. Начинаем мы с пока выигрывающей команды. Итак, начнем с Даниила. Начнем. Это «Августовский канал». «Августовский канал» сразу взял. Есть такой канал на границе Белоруссии и Польши, восстановленной трудом наших волонтеров, и не только волонтеров. Машенька, с вами. Это памятник, который находится в Брестской крепости. Великолепно! Прекрасно, 15 очков заработала. АПЛОДИСМЕНТЫ Даниил, может, вы знаете? Форсиня Половская. Что вы говорите? Да, на этой фреске именно она, покровительница Белоруссии небесная. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Машенька. АПЛОДИСМЕНТЫ Кирилл Атуровский. Это Кирилл Атуровский. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Маша, вы скажете, в каком городе он проповедовал? Наверное, в Турове. Что вы говорите? Отлично. Даниил, играем с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Машенька. Машенька, ну, ну, нет. Теперь вы это знаете. Это выходят из Белоруссии. Жарес Алферов. Физик, лауреат Нобелевской премии. Маша, играем с вами. Машенька. Могу предположить, что это линия Сталина. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично. Линия Сталина. Прекрасно. Тишина. Ну, неужели не узнали? Прошу. Нет? Нет ответа. Даниил. Машенька. Ну, логично, что это аэропорт. Какой? Да, конечно, национальный аэропорт. По слову аэропорт я должен был зачатить. Браво. Это национальный аэропорт, который находится под Минском. Великолепно. 10 очков на подборе. Это в Минске. Это посвящено героям войны в Афганистане. Может, вы даже остров это назовете? Остров слез. Остров скорби и слез. Браво. Великолепно играет, Машенька. Даниил. Резиденция Деда Мороза в Белорусской пущей. Конечно, где же еще? Даниил, а что вы написали в письме Деду Морозу под Новый год? Ну, я не помню, если честно. Понятно. Я даже догадываюсь, почему. Машенька, играем с вами. Медаль. Медаль. Какая? Франциска Скорина. Медаль Франциска Скорина, естественно. И это был последний слайд. Гордость Белоруссии. Вот прямо вам медаль нужно вручить, Машенька, за вашу героическую игру. 140-135. Минимальное преимущество. И в риск игре, и в риск игре сойдутся самые сильные, как кажутся белорусы, гульцы наших команд. Риск игра. Вперед. Аэрудия пятерка. Самая титулованная команда гомельского клуба «Белая рысь». Тигры в линейку. Противостоит суперсборной гостей турнира «Окно в Европу». Итак, внимание, Родион Полевой, совсем как-то вот он где-то на своей волне витает, наверное, думает, что ему делать. А идти-то кроме вас, Родион, наверное, и некому. Пожалуй, это так. Елизавета, снова капитанская игра? Снова. Капитанская игра, вперед! Тигры в линейку! Итак, внимание. Лиз, может, вот перед этой риск-игрой намекнете, откуда, собственно, вы происходите. Вот Жаре Салферов, Беларусь, Марк Шагал, это Витебск. Леонид Климович, это Гомель, ну, это знает весь мир вообще. Лиз, откуда вы? Мне повезло, так же, как и Марку Шагалу. Это Марку Шагалу повезло, так же, к вам. Хорошо. Итак, замечательный город Витебск. Это наша Елизавета Рудых. Итак, внимание. Напоминаю, Лиз, может, вы еще не очень твердо знаете наши правила, но риск-игра это единственная игра, в которой неправильный ответ штрафуется. Вы можете не отвечать, но тогда ноль. Правильный ответ плюс 20, неправильный минус 20. Итак, внимание, почему и называется она, собственно, риск-игра. Начнем. Тему повторяют дуэльную игру. Наша Беларусь. Такой титул носил последний хозяин Гомельского дворца, князь Паскевич. Да. Возможно, это князь. Конечно. Конечно. Игроки остолбенели. Хотя вот, когда иногда спрашивают детей в школу, говорят, ну-ка, граф, конечно. Играем. Весь мир. Ее называют страной тысячи озер, хотя на самом деле озер более 60 тысяч. Да? Это Беларусь. Это неправильно. Это минус 20 очков у Родиона. Елизавета. Три. Можете не отвечать, конечно. Не отвечаете. А тем не менее страна тысячи озер, это Финляндия. Беларусь синявокой называют, но страной тысячи озер никогда и нигде. Финляндия. Да, Родион попался на хороший капкан. Играем. Великий и могучий. Явился он, и русский язык обрел новую силу, прелесть, гибкость, богатство. А главное, стал естественным, стал вполне русским языком. Итак, вот он явился и преобразовал русский язык. Никто не знает. Ну, у нас на таков есть такое правило. Не знаешь, что отвечать. Отвечай. Поздно, 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 Лиза. Отвечай, Пушкин. Речь именно о Пушкине, конечно же. Счет у нас перед двумя последними вопросами. 120-155. Приди сборная. Тигры на грани. Играем. Живая природа. Самый большой живой организм на Земле. Это не синий кит. Это она. В Елоустоне. В Эстонском национальном парке. Крестивая стоит. Тысячи лет ей уже. Ну, в честь индейского вождя названа. Три, две, одна. Это секвойя огромная. Огромное дерево. И заканчиваем. Вселенная. Это ярчайшая звезда нашего неба. Это солнце. Это солнце. И чувствуется 140-155. Елизавета Рудых и ее команда сборная клубов в Беларуси одержала победу над тиграми в линейку. Ну, знаете, есть такая примета. Если команда проигрывает перед большим турниром какой-то, то ли в съемках, то ли в разминочной игре, значит, ей светят большие медали. Пожелаем удачи и тиграм в линейку, и нашим гостям на окне в Европу. Ну, а что еще могу сказать вам, дорогие? Смотрите нас, смотрите нас по воскресеньям в 11.40 на канале Беларусь 4. Ищите нас в программе tvr.gomel.by. Ну, а самое главное, по другой сторону экрана, каникулы кончились. Смотрим пятерку, получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ